Всем привет! Друзья, совсем недавно я приготовила салат в форме кролика, а сегодня мне захотелось приготовить салатик в виде мордочки кролика. Салатик по этому рецепту получается очень вкусным, нежным, очень красивым, милым и симпатичным. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для салата я использую куриную печень, в этот раз она у меня попалась с куриными сердечками. Печень с сердечками я уже заранее отварила, у меня все остыло и теперь все мелко нарезаю. Морковку я заранее сварила, она у меня полностью остыла. Морковку мелко нарезаю. Соленые огурчики также мелко нарезаю. Все подготовленные ингредиенты я переложила в миску. Яйца я уже заранее сварила вкрутую, отделила желтки от белков. В салат на крупной терке натираю яичные желтки и сыр. В салат на мелкой терке натираю чеснок. Салат посолю, заправляю его майонезом и все хорошо перемешиваю. Вот такой, друзья, у меня получился нежный и очень вкусный салат. В нем замечательное сочетание всех ингредиентов. Перед тем, как делать салат определенной формы, я захожу в интернет, смотрю картинки, фотографии, выбираю подходящую. Та, что мне больше понравилось, что больше подходит. Вот такие симпатичные кролики. Особенно вот здесь хорошо видно очертания мордочки кролика, носик, ротик. Чудесная такая вот фотография. Мне она очень понравилась и ее будет не очень сложно сделать. Для удобства я скачала фотографии, распечатала их и теперь по этим образцам я буду придавать форму салату. Я взяла подходящее блюдо и теперь на блюдо выкладываю салат. Сверху будут ушки, а здесь вот будет мордочка. И теперь вот друзья, как по мне самый интересный этап, салату буду придавать форму головы кролика. Буду делать доложкой или шпателями. Я вот одела перчатки, также вот буду помогать себе руками. Не спеша, потихонечку вот все разравниваю, все поправляю и получится красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Салату я придала форму головы кролика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверху салат покрываю натертыми на мелкой терке яичными белками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь салат я покрыла яичными белками, все хорошенько поправила, разровняла, подровняла. Вот такой уже красивый получается кролик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вот наметила, где будут глазки, носик, здесь вот будет ротик. И сейчас я буду делать глазки. Я взяла вяленый чернослив, вот он у меня был целый, разрезала его на две части. И сейчас из чернослива буду делать глазное яблоко. Беру вот ножницы и вырезаю чернослив по форме. Сделаю зрачки, для этого понадобится маслина, вдоль ее разрезаю на две части. И ножницами, вот каждой половинке придаю круглую форму. Зрачки у меня вот готовы. Чтобы глаза смотрелись более реалистично, зрачки нужно вставить в глазные яблоки. Смотрите, я вот вам хочу показать поближе. Видите, вот чернослив. Глаза у нас вот будут с внутренней стороны чернослива. Вот эта вот черная глянцевая сторона, она будет вот так вот к салату. Потому что вот эта вот сторона, она более такая вот темно-коричневая. Смотрите, теперь вот я беру чернослив, прикладываю вот где будет зрачок. И теперь острым ножом, вот так вот по контуру маслины, я вырезаю чернослив. Элементы глаз у меня готовы. Ничего страшного, если вот где-то чернослив порвался, немножко вот порезался, получилась дырочка. Все можно потом вот черносливом поправить, добавить. Мне вообще нравится работать с черносливом. Он такой вот пластичный, мягкий, можно ему придавать любые формы. Смотрите, теперь вставляю вот в глазик чернослив. Так, все поправляю и теперь вот так вот вставляю зрачок. Теперь, друзья, тонкими полосками чернослива сделаю вот носик, ротик кролику. Продолжение следует. Все контуры я сделала. Немного майонеза я окрасила соком свеклы. Хорошо все перемешала. Вот такой у меня получился бледно-розовый цвет. Окрашенный майонез я переложила в одноразовый кондитерский мешок. Сделала небольшую дырочку и теперь нарисую носик кролику. Усы кролику сделаю из сырой фунчозы. Добавлю блеск в глаза кролика. Немного их смажу растительным маслом. Ну вот и все, друзья. Салат кролик готов. Точнее мордочка кролика. Вы только посмотрите, какой замечательный получился салатик. Пушистый, симпатичный, добрый. Такой вот кролик. Вот так салат смотрится боком. Большие уши, носик, щечки. Все как надо. Вот такой получился кролик. Салат не только очень красивый, но и очень вкусный. Такой салат будет чудесным украшением вашего праздничного новогоднего стола. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!